всем невероятно сказочного дня игра престолов сериал который нравится практически всем равнодушных нему людей в любом случае очень мало его либо любят либо ненавидят причина большой популярности этой истории заключается в том что она сделала сказку достоянием взрослых игра престолов отражает современные проблемы смерти близких политические перевороты войны и многие другие сюжет этого сериала очень интересен однако в нем есть некоторые моменты которые непонятны даже для фанатов вот как раз об этих самых моментах речь пойдет дальше когда стало известно что в жилах джона сноу течет королевская кровь возникло предположение о том что тирион ланнистер тоже является таргариеном это бы замечательно объяснила почему его слушаются драконы однако доказательства фанатов игры престолов являются не очень убедительными некоторые например уверены в том что тирион родился карликом именно из-за кровосмешения фанаты считают что у известного лавеласа таргариена был роман с молодой женой ланнистера который являлся десницей короля эта теория является одной из наиболее безумных однако доказательства вполне убедительны мы игр жестокий убил всех людей которые строили красный замок и от тайных ходах знали только таргариен и однако варис также знал обо всех тайных ходах в этом замке следует вспомнить и о том что кровь вариса применялась для ритуала с огнем всем фанатам игры престолов известно что для подобных обрядов необходима кровь члена королевской семьи третье доказательство имя вариса она созвучно со многими именами таргариенов рейнис дейнерис и так далее в пользу этой теории фанаты игры престолов также приводят довольно много доводов все арены высокий голубоглазые светловолосые но внешность робина совершенно другая стоит также отметить что у джона арена перед лизой было две жены и ни одна из них не смогла от него забеременеть поэтому очень вероятно что он был бесплодным фанаты отмечают это что в детстве и кир был таким же болезненным невысоким и слабым как робин став трехглазым вороном бран получил возможность воздействовать на события произошедшие в прошлом скорее всего король ночи ходок которого обратили дети леса трехглазый ворон показал это старку некоторые поклонники игры престолов считают что мальчик вселился в белого ходока убрана больше не было части души она осталась в короле ночи и постепенно сходила с ума как можно объяснить почему предводитель белых ходоков чувствовал сильную ярость к людям и хотел их уничтожить многие поклонники сериала уверены сэма не тронули потому что он в будущем должен был помочь брану попасть трехглазому ворону за стену именно там глава белых ходоков оставил на мальчике метку позволившую мертвецам проникнуть к людям очень вероятно это что король ночи хотел чтобы люди как можно раньше узнали о белых ходоках в результате они стали чаще посылать разведчиков благодаря чему армия мертвецов значительно пополнялась мелисандра намекала что ей уже очень много лет жрица поддерживать свою красоту с помощью различных магических предметов и колдовских воздействий мы увидели ведьма в облике безобразной старухи в начале шестого сезона когда она сняла ожерелье однако она оказывалась без него и раньше но старой не становилось при этом многие отметили что супруга станиса которая находилась рядом со жрицей в тот момент с омерзением скривилась возможно это был намек но другие фанаты уверены в том что не обошлось без киноляпа а что думаете вы напишите в комментариях существует следующая интересная теория во время поединка между младшей дочерью нэда старка и безликой бродяжки последняя все же одержала победу и надела лицо арии во первых ария до этого ни разу не побеждала безликую во вторых она была тяжело ранена и не имела достаточно сил к тому же тело погибшей братяжки так и не показали однако есть одно но если бы все было именно так вряд ли безликая вернулась бы на родину арии мстила ее обидчиком и встретилась членами ее семьи давим ланнистер всегда отличался умом и проницательностью при этом он не смог узнать младшую дочь нэда старка когда она ему прислуживала ланнистер понял что происхождение этой девочки является высоким но о главном догадаться не смог вполне возможно что он все же узнал арию но просто не стал ничего предпринимать из-за высокомерия присущего практически всем членам этой семьи ведь что может сделать маленькая девочка сначала арию недооценивали практически все но потом выяснилось что этот ребенок способен на многое у этих персонажей много общих черт оба необычно разговаривают хорошо убивает людей к тому же они родом из вольных городов сначала они называют арию мальчик а я не рассказывала дякину о своем происхождении но в одной из серий он обращается к ней миледи старк прощай ария старк эта теория замечательное объяснение того что безликий не смог вылезти из клетки серио форель мог остаться там специально чтобы обеспечивать безопасность своей бывшей ученицы оборотнями в той или иной степени является все молодые старки некоторые из них легко управляют животными проникнув в их сознание убрана эта способность развита особенно хорошо однако ария тоже может контактировать со своей волчицы впрочем она не связывает это с необычными способностями а думает что просто спит и видит сны старки потомки первых людей и способность к оборотничеству они получили именно от них дети леса очень сильно связаны с природой и животными продолжение этой невероятной истории выйдет уже совсем скоро ну а пока мы можем пообсуждать в комментариях самые действительно необъяснимые моменты кстати вполне вероятно что и гораздо больше чем тех о которых я рассказал поэтому если вы тоже обнаружили какие-то несостыковки обязательно отразите это в комментариях также давайте просто поделимся своими впечатлениями об этом интригующем сериале если вы не подписаны на канал непременно подпишитесь поделитесь данной ссылкой с друзьями и поставьте лайк этому видео до новых невероятных встреч а Субтитры создавал DimaTorzok